И к другой важной теме. За последние 10 лет количество женщин в возрасте от 19 до 39 лет, заболевших раком молочной железы, выросло на 34%. Только в Курской области ежегодно этот диагноз слышат более 500 пациенток. Насколько страшны такие цифры и почему главное оружие – это профилактика, говорили на Всероссийской видеоконференции. Она прошла по инициативе движения «Матери России» совместно с Министерством здравоохранения. Какие предложения поступили от курянок, узнаете из сюжета. Рак молочной железы заметно помолодел, отметили специалисты. Всероссийская конференция – это диалог медиков, органов власти и общественности. Главная задача – сохранить женское здоровье. И сильный союзник в борьбе против рака молочной железы – профилактика. Достойно на высоком уровне развита сегодня онкологическая служба в России. Особенно по лечению рака молочной железы. Созданы все условия, чтобы этот рак молочной железы был диагностирован вовремя в первой и второй стадии. Тогда женщина никогда не умрет. В 9 случаях из 10 рак молочной железы на первой и второй стадиях излечим. Чтобы вовремя диагностировать заболевание, не бойтесь обращаться к врачам. Специалисты подчеркивают, многое зависит и от образа жизни. Это должна усвоить каждая женщина. В нашем регионе для раннего выявления и последующего качественного лечения созданы все условия. В областном онкодиспансере вводят практику дистанционного исследования маммограмм, сделанных в местных больницах. Будем заниматься пластикой молочной железы, будем заниматься органосохранными операциями, оперативное лечение. Дальше химиотерапия, все варианты, которые возможны в случае необходимости. Лучевая терапия уже делается на регистральном, в полном объеме, в полной доступности. К тому же в рамках соглашения между областной администрацией и компанией «Металлоинвест» работает программа «Женское здоровье». Она реализуется по четырем направлениям. Кроме этого, курские матери России в апреле планируют провести тематический месячник. Задействовать массово и привлечь здесь медицинское сообщество, чтобы были вывезены и вот эти аппараты. У нас их сегодня достаточно, 31 маммограф в Курской области. На базе ФАПов крупных, на базе центральных районных больниц. Но предварительно мы должны поработать, чтобы эти женщины пришли в тот день, когда будет назначено вот это обследование. Впереди немало работы, чтобы хирургическое вмешательство, а его проходит каждая четвертая пациентка с диагнозом рак молочной железы, не делила жизнь на до и после, необходимо создать центры по психологическому сопровождению. В решении этого вопроса куряне рассчитывают на господдержку. По итогам конференции специалисты отметили, тему женского здоровья внесут в план работы второго Евразийского форума, который пройдет в 2018 году. Таким образом, обмен опытом будет возможен и на международном уровне.